привет друзья гости и подписчики сегодня мое обращение к вам я бы хотел немножечко озвучить правила на нашем канале последнее время потому что я вижу что сейчас много подписчиков много людей пишет много разных троллей появилась много людей которые просто слова блудят или просто тупо начинают ссорить людей и так далее мне это неприятно все что происходит на канале у нас канал христианский друзья наш канал открыт для всех мы принимаем всех людей поэтому будьте добры пожалуйста ведите себя достойно ведите себя нормально я вам расскажу сейчас несколько правил которые будут на нашем канале я вынужден сделать это предупреждение потому что вероятно пришло время это озвучить друзья хотим мы этого или не хотим должны быть какие-то правила согласитесь они нужны потому что здесь не будет будет просто беспредел значит прежде всего хотел бы сказать вам и себе пожалуйста не теряйте мир в сердце мир который приходит к нам от бога вы нужно хранить больше всего хранимого храните сердце ваше если вы что-то пишите под видео пишите лаконично пишите кратко пишите по существу согласно записанным видео это первое второе уважайте друг друга уважайте друг друга не хамите друг другу бог есть любовь бог призвал нас к любви да и мы как верующие должны оставаться солью и светом мы должны светить мы должны показывать пример для подражания мы должны быть светом а не тьму согласитесь правда же дальше я почему об этом говорю потому что хоть у нас каналы христианские люди разные люди разных вероисповеданий люди неверующие десять тысяч уже подписчиков там около четырех миллионов просмотров поэтому друзья давайте найти как написано мы сильные должны сносить немощи бессильных мы должны с нисходительностью подходить к людям слабым или людям которые не понимают духовного мира или младенцы во христе понимаете это надо учитывать когда вы что-то пишите будьте осторожны потому что вас считают многие люди и вас рисуется картина во вселенной по всей земле и в духовном мире кстати говоря дальше следующий момент совет верующим значит смотрите не надо доказывать свою правоту с пеной у рта есть такое выражение если ты прав но ты потерял любовь в сердце то ты уже не прав вот следите друзья за вашими сердцами следите за вашими сердцами нужно писать то вы можете правильные вещи где ваша любовь где ваше понимание где ваше прощение задумайтесь дальше я буду очень строго наказывать тех кто унижает меня или унижает других людей на канале в комментариях вы же не хотите чтобы наши под каждым нашим видео было блокировка чтобы я закрыл вообще комментарии вы не хотите этого правильно мы же хотим общаться друг с другом так давайте уважать друг друга давайте любить друг друга давайте принимать друг друга и прощать значит я буду очень строго наказывать таких людей вплоть до бана потому что мне понимаете меня не трогает то что вы меня унижаете или оскорбляете меня это не трогает я могу это стерпеть мне жаль тех людей которые пришли действительно услышать слово божье не жаль тех людей которые еще младенцы во христе которые дети которым нужно чистое словесное молоко вы приходите своими грязными сапогами топчете дворы чужие я не потерплю друзья хамство на канале и нецензурную лексику предупреждаю вас сразу не потерплю также словоблудия друзья тот кто просто решил пообщаться ему не с кем он решил что-то там написать я говорю пишите по существу записанным видим с чем вы согласны или не согласны я же вам я к вам домой же не захожу в грязных сапогах в грязи и не хожу и не хозяйничаю по вашему дому пожалуйста имейте уважение друзья имейте совесть если у вас есть свой канал у вас свой канал есть пожалуйста хоть там на ушах стойте пишите и записывайте что хотите на моем канале я вам этого не разрешаю слышите меня я вас предупредил дальше если вам как что-то интересно я чувствую этих людей друзья согласитесь если человек искренне спрашивают это одно если человек хочет доказать свою правоту это другое понимаете поэтому друзья если вы искренне задаете вопросов искренне отвечайте не обязательно я могу ответить на этот вопрос нас много нас 10 тысяч подписчиков и заходят еще и еще поэтому друзья если у вас есть от бога ответ пишите пишите пожалуйста мы все открыты мы все рассуждаем и все обсуждаем мы все не супер духовные там и не боги чтобы все все знать и я не могу всего знать поэтому но когда вы это делаете когда вы задаете вопрос делайте это искренне и тот кто задает и тот кто отвечает почитая один другого выше себя как написано слышите есть писание которое нужно исполнять почитать один другого выше себя а всех вот этих словоблудов и нецензурная лексика и хамство на канале я не потерплю вплоть до бана я вас предупредил я долго с вами ну как бы разглагольствовать не буду некоторых я уже заблокировал еще буду блокировать друзья так что вы предупреждены а дальше еще один момент теперь хорошим пожалуйста молитесь чтобы у нас было живое общение с богом каждого из нас или большинства из нас что мы имели живое общение с нашим отцом имели прямой доступ к богу и чтобы у нас было живое общение друг с другом живое вообще неформально ни религиозное не там не спиной урта что-то доказывает друг друга чтобы мы снисхождением относились друг другу любили друг друга и выслушавали друг другу понимаете дорожите друг другом вот что я хочу сказать потому что нам жить вместе в вечность если доживём если бог позволит нам жить вместе поэтому если мы здесь не можем друг друга терпеть о чем речь, как мы попадем на небеса, как мы там будем друг с другом вечность проводить. Друзья, задумайтесь серьезно. Верили вы, идете ли вы за Христом, свидетельствует ли Дух Святой, что вы Божье дитя. Спросите Духа Святого и спросите сами себя, верили вы, испытываете себя, верили вы или нет. Я же за вас это сделать не могу, никто не может сделать, кроме вас самих. Ну и последнее. Помните, есть место из Писания, где написано, что в небесный Иерусалим не войдет ничто нечистое, никто предан им мерзости и лжи. Поэтому, друзья, будьте чисты, будьте здравы, пребывайте во Христе Иисусе, пребывайте в Его здравом учении. Храните, любите друг друга и храните этот мир в сердце. Вот мои пожелания на сегодня. Пока все. Извините, если я кого-то разочаровал, но, друзья, я не потерплю хамства на моем канале. Это то, что я хотел сказать. Все, пусть вас Бог хранит. До следующей встречи. Надеюсь, что в воскресенье вечера мы встретимся в прямом эфире. А на сегодня все. Пока-пока. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok